Всем привет! Вы находитесь на канале Smokers Magazine и в этом выпуске мы с вами покурим табак для самокруток Ashford Dark Tobacco. Ashford Dark Tobacco Табак продается в 25-граммовых кесетах и тут вновь приходит мысль о том, что скоро мы с вами будем устраивать закладки табака, развешанного по грамму, маленькие пластиковые пакеты. Было бы смешно, если бы не было так грустно. 25 грамм. Табак средней влажности порезан тонко. По аромату это немного хлеба, кожа грубой выделки и копченая нота, намекающая на присутствие табака огневой сушки. Если не кентукки, то той же Вирджинии. Кофе этого выпуска моносорт Эфиопия Ирго Чиф. Кстати, на кофе карамель. Сейчас акция. Берете две пачки любого кофе и Ирго Чиф получаете в подарок. Кофе вкусный. По бумаге использовал Маскот Спешл. Фильтры Маскот Слим 6 мм. Вертушки крутил, все в той же машинке Гиза. Почему вдруг фильтры Слим? Я помню, что в одном из обзоров неосторожно бросил фразу «никаких Слимов, только 8 мм, только хардкор». И что? После первого же такого хардкора Сэшфорд Дарк, я теперь курю только Слимы. Табак крепкий. Имейте это в виду. Что касается вкуса, то первые несколько курений табак буквально выводил меня из себя резкостью вкуса и аромата. Ну, может быть, не резкостью, а эдакой бескомпромиссностью. Когда куришь трубку или сигары, то привыкаешь к некоторому развитию вкуса. В вертушках, конечно, ждать чего-то подобного не стоит, но все равно в нашем случае вступление получалось резким и мощным. Распробовав немного, привыкнув к табаку, уже начинаешь различать какие-то вкусы. Тут нет особого богатства, однако табак совершенно определенно дает сигарный привкус, как и аромат. Это, конечно, вкусоароматика дешевых сигар, но все равно привносит некоторую интригу. Вертушка в таком виде начинает напоминать уже не просто скрутку, а сигарилы. Аромат достаточно мощный, с сигарными тонами, такое любят не все, 2 балла. Вкус специфический, но достаточно плотный, 4 балла. Сладости в табаке нет, или же за крепостью я ее не различил, тут 0. Кислинка в конце себя все же проявляет, не единица. Кофейная горечь во вкусе есть, пожалуй, 2 балла, а то и 3. Общий вкус достаточно резкий, практика показывает, что может быть и вкусно, и густо, и крепко, но тут 2. Субъективная оценка, тройка, по вкусу придется далеко не всем. Что понравилось? Гипертрофированная табачность с привкусом сигарного листа. К этому, конечно, надо немного привыкнуть, но такая сигарильность даже понравилась. Что не понравилось? Эта грубая олдскульность одновременно и не понравилась. Этим прикрывают не очень хорошее сырье, как дырка на носках. Это типа не дырка, а олдскул. Повторюсь, есть немало примеров, когда может быть и вкусно, и ярко, и крепко, и при этом вполне мягко. В принципе, неплохой, достаточно грубый и крепкий табак, не знаю, что подразумевалось под курильщиками старой школы, но обычно, когда употребляют термин олдскул, то имеют в виду что-то грубое, прямолинейное, с напором. Вот здесь как раз тот случай, крепкий, грубый или даже неотесанный табак. Поначалу, как я уже говорил, мне просто взбезил своей прямолинейностью, но потом пообвыкся, и табак пошел хорошо. Вот уже третий кисет идет для подмешки в некрепкие бленды, думаю, подойдет отлично. Все собирался замешать с чем-нибудь ароматным и сладким, но так и не дошел, выкуриваю чистым. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте лось и делитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. Обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Смекерс Магазин. Субтитры сделал DimaTorzok